Зум-конференция с участием министров образования разных стран состоялась в рамках подготовки к Международному образовательному форуму. В конференции приняли участие представители России, Беларуси, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Абхазии, Южной Осетии, ЛНР и ДНР. Образовательный форум пройдет на федеральной территории «Сириус» в декабре. Модератором дискуссии выступила руководитель «Сириуса» Елена Шмелева. Спасибо, Сергей Сергеевич, что мы так очень детально подходим к анализу работы в каждом регионе, потому что у нас уже много накопленных инструментов. Это фактически сегодняшняя наша встреча для того, чтобы мы посмотрели, какие инструменты есть у каждого из нас, чтобы объединить эту работу, объединить ее ради будущих проектов интеграции наших стран, наших технологических решений. Возможно, мы увидим, как нам сегодня уже применить опыт каждого из нас для той самой главной задачи – раскрыть потенциал каждого ребенка. Министр просвещения Абхазии Налгаблия поблагодарил российского коллегу Сергея Кравцова за поддержку в обеспечении абхазских школьников новыми учебниками, а Елену Шмелеву – за прием граждан Абхазии на обучение в образовательный центр «Сириус». Кроме того, Налгаблия рассказал о новых образовательных проектах в Абхазии. Такие вопросы я хотел бы перед вами тоже поставить. Мы их обсуждали совсем недавно, в начале этого года, на площадке Международной земли школы «Учитель года». Это проект, который, соответственно, уже 20 лет реализуют мои педагоги, Московская школа 1259 в рамках российского межрегионального клуба «Учитель года». И, соответственно, мы с ними решили расширить границы, приехать в Абхазию и реализовать ее здесь. Соответственно, летом мы ее будем тоже проводить в городе Гагра. Мы пригласили «Учитель года» разных лет, разных регионов. Зимой были у нас представлены 24 региона России, начиная от Калининграда до Камчатки. И мы остались в полном восторге. И был также «Учитель года» абсолютный победитель этого конкурса в 2020 Михаил Гуров. Он приедет к нам летом. Поэтому формат удался. Этот опыт, мне кажется, будет интересен моим коллегам, которые мы сейчас здесь. Пандемия коронавируса в значительной мере повлияла на перевод образовательного процесса в онлайн-режим. Инал Габли рассказал коллегам о том, какая работа в этом направлении проводилась в Абхазии. Не теряя время, мы решили использовать формат онлайн для развития нашего родного языка Абхазского. Мы проводим уже три раза, провели республиканский онлайн-диктамент. Я поделюсь фотографиями. Дети тоже, конечно, были рады попробовать свои силы в таком формате. Также во время пандемии мы, не теряя время, провели уже три раза международную научно-практическую онлайн-конференцию АТЭИКШ. Мы пригласили экспертов в сфере образования из таких стран, как Франция, Эстония, Черногория, Россия, Казахстан, Абхазия и других стран, чтобы поделиться действительно опытом с передовым, который поможет нам в дальнейшем, в будущем. Инал Габли рассказал также о том, какие проекты в сфере точных наук и информационных технологий реализуются в республике. Открытие этих классов, стал лабораторией. Вот пример как раз АТОМ-класс. Наверное, вы слышали о таком проекте. Росатом нас активно поддержал в этом вопросе. И вот в этом году мы открыли уже пятый АТОМ-класс на территории Республики Абхазия. Это беспрецедентный случай для истории Росатома. И дети как раз тут пишут онлайн-диктант. А это победитель того самого онлайн-диктанта. Мы провели это в однопарке ПСНО награждением. Это АТОМ-класс в Гудрыбческой средней школе. Совсем недавно мы его открыли. В мае месяце. Дети восторг. Просто остались под огромным впечатлением от новой техники, дизайна. Вот как было раньше, слева картинка, как стала. Министр просвещения Абхазии выразил надежду на продуктивную работу в рамках грядущего международного образовательного форума, а также пригласил коллег посетить Абхазию.